МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Борис Дубровский провел заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Челябинской области. Обсуждались меры по контролю за качеством продуктов питания, а также борьба с браконьерами, занимающимися незаконным выловом рыбы. Глава региона поддержал предложение проведения рейдов с целью пресечения незаконной торговли и поручил активнее привлекать население общественной организации к проверкам. В области также осуществляется контроль за качеством продуктов питания, ввозимых на территорию области. Сотрудники Росельхознадзора за 2016 год отобрали и направили для лабораторных исследований более 700 образцов пищевой продукции. 77 из них признали несоответствующими требованиям безопасности. И сегодня же губернатор Борис Дубровский провел личный прием граждан. Люди приехали из многих районов области, говорили о личном. С какими они обратились просьбами, знает наш корреспондент Дмитрий Лазарев. Сегодня директор Брединского сельхозпредприятия при полном параде. Не каждый день можно поговорить с губернатором о личном. Будет просить помощи, но не для себя, а для десятков брединских подростков. Мужчина курирует хоккейную секцию. Любители хотят стать профессионалами. Для этого нужен тренер. А ставки такой нет. В прошлом году уже увидели большую отдачу. Занимается около 30 участников, можно сказать. Из них 20 детей, это школьников, и играют две взрослые команды. Мы попросили министра спорта и губернатора о выделении ставки тренера. Который тренирует, который получает зарплату. Пусть они тренируют всех подряд. Спасибо, что поддерживаете массовый спорт. А Михаил Юхин из Магнитогорска просит организовать и провести форум рабочей молодежи, который город Металлургов должен принять в 2018 году. Он носит как образовательный характер, где присутствуют круглые столы, обмен опытом по рабочей молодежи, обмен работы советов молодежи промышленных предприятий. Мы даем субсидию. Особед Коноптеев приехал за помощью для всего региона. Просит закупить кормораздатчики для животноводческих предприятий. Такая установка – недосягаемая мечта фермеров. Может накормить 4000 голов скота за раз. Но один аппарат стоит более миллиона рублей. В рамках программы поддержки животноводства глава региона одобрил инициативу. Мы ее поддержим. Ресурсы в этом периоде у нас есть. Повторюсь, это будет период незначительный год-два. Поэтому принимайте решение быстро и переоснащайтесь. Уже этим летом аграрьи области будут работать по-новому. Борис Александрович, будешь решать этот вопрос? Я думаю, уже сейчас этот решен вопрос. Сейчас приобретаем и завтра будет у завещания идти. Личные приемы граждан глава региона проводит регулярно. Попасть на них можно, предварительно записавшись на официальном сайте правительства Челябинской области. Дмитрий Лазарев, Михаил Шурмель, Телефакт. 15 рублей в час за парковочное место. Челябинским водителям, возможно, скоро придется платить за стоянку в центре города. Как это делают в Москве и в Перми. Планируют ли власти перенять успешный опыт у других регионов? Наш корреспондент Алена Павлова специально отправилась в Пермь, чтобы протестировать систему. Евгению Тимофееву сегодня улыбнулась удача. В центре Челябинска нашел свободное место для парковки. Обычно на проспекте Ленина не протолкнуться. Поэтому мужчина чаще всего паркуется на другой стоянке. И полчаса идет до офиса. Порой приходится очень много времени тратить для того, чтобы припарковаться. Так как у нас город-миллионник, и люди быстро двигаются у нас здесь. И, наверное, надо все-таки сокращать сроки стоянки. С Евгением согласны не все. Многие водители выступили против платных стоянок. Все будет все равно, мест никогда не будет. Даже 15 рублей все будут платить. Люди здесь работают. С одной стороны, начнут 15 рублей в час, а потом могут сделать и 100 рублей в час. Депутаты ранее пытались ввести систему платных парковок в центре. Но идея оказалась неудачной. Этот вопрос некоторое время назад обсуждался в депутатском корпусе. Но он заморожен в связи с тем, что большое количество обоснованных жалоб от горожан. Создавая платное парковочное пространство, у людей должна быть альтернатива бесплатных парковочных мест. В Перми тоже были проблемы с парковками в центре. Их решили с введением платных стоянок. Система работает уже полгода. Можно припарковаться, есть свободные места. Раньше вообще невозможно было найти. Тут в два ряда было машин. Если успел поставить, не факт, что ты потом уедешь. Впрочем, без проблем не обошлось. Так как работает система только с безналичным расчетом. Водителям приходится оплачивать место через мобильное приложение. Терминалы, смс или сайт. Есть и другой способ оплаты. Паркоматы, которые работают только с банковскими картами. Итак, нужно ввести государственный номер автомобиля. К оплате принимаются только безналичные платежи. По парковочным и банковским картам. И получить квитанцию. За час парковки с моей банковской карты сняли 15 рублей. Это единая ставка на территории Перми. За соблюдением правил следят мобильные комплексы. Это специальные машины, которые фиксируют автомобильный на камеру каждые 20 минут. По госномеру в режиме онлайн они проверяют в базе наличие квитанций. Тех, кто забыл или намеренно решил стать нарушителем, ждет административный штраф. Предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, либо 2000, если это повторное нарушение. Для длительной стоянки лучше использовать внеуличную стоянку. То есть за пределами уличной дорожной сети. А на дороге использовать именно для кратковременных хранений автомобилей. Такая положительная работа, уверены в Пермской дирекции дорожного движения, стала возможна благодаря тесному сотрудничеству администрации и заказчика. Кстати, в качестве последнего выступила компания Ростелеком, которая взяла на себя все расходы по установке и запуску системы. А это более 40 миллионов рублей. Готова ли Челябинская мэрия освоить подобную? Пока неизвестно. По крайней мере, получить оперативный комментарий по этой теме не получилось. Алена Павлова, Александр Соколов и Роман Хатимов. Телефакт. Не секрет, что найти место для парковки в центре – большая проблема для автомобилистов. Решат ли вопрос платные стоянки? Об этом мы спрашивали у подписчиков группы Телефакт ВКонтакте. Итак, многие сомневаются, что нововведение освободит центральную часть города. Лучше построить несколько паркингов. Некоторые одобряют вариант введения платных стоянок. Впрочем, не все согласны со стоимостью. Ведь каждый день придется платить за парковку более 100 рублей. А вот любителям парковаться на газоне тоже придется заплатить. Только не 15 рублей, а 5 тысяч. Водителям, которые бросают машины на детских площадках, в парках и скверах, придется заплатить штраф. Интересно, что многие автомобилисты поддерживают эту идею. Особенно острый вопрос встанет в городе весной, когда сойдет снег. Тогда появится первая трава. Грязь с колес автомобилей разойдется по всем городским магистралям. Челябинцы возложили венки и цветы к памятнику доблестным сынам Отечества. Почтили память земляков, исполнявших служебный долг за границей. Сегодня исполнилось 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Николай Лесников с подробностями. Ровно 28 лет назад последнюю колонну советских войск вывели из Афганистана. Эта дата и стала днем памяти россиян, исполнявших служебный долг за границей. Траурный митинг в Челябинске традиционно проходит на Аллее Славы. Здесь собрались представители власти, общественные организации, ветераны и члены семей погибших. Отмечают праздник все военные служащие, которые защищали интересы нашего государства за пределами Отечества. Этот праздник как и 23 февраля, как и День Победы олицетворяет доблесть наших солдат, которые принимали многочисленные локальные конфликты, которые происходили во второй половине 20 века. Десять лет вдали от дома. Там служили более полумиллиона советских солдат. По официальным данным погибли почти 15 тысяч бойцов нашей армии, из которых 180 человек – южноуральцы. Александр Секерин вернулся домой. Год на поле боя ему показался вечностью. Я закончил Челябинское высшее военно-автомобильно-инженерное училище в 1986 году. Проходил службу за границей, но потом изъявил желание добровольно участвовать в Афганистане. В 1988 году я был направлен в провинцию Герат, где я выполнял между своими ребятами задачу по интернациональному долгу. Рассказывает, служил в отдельном трубопроводном батальоне. Должен был снажать местный аэропорт топливом. Задача была бесперебойная поставка топлива. На Шиндан там стоял аэродром, который бил Афганистан. Вы сами понимаете, что самолеты без топлива никуда не полетят. В 2010 году День памяти воинов-интернационалистов приобрел официальный статус. Сегодня вспоминают не только воинов-афганцев, но и солдат, офицеров, погибших на территории Таджикистана, Кореи и Вьетнама. Николай Лесников, Степан Абаимов. Телефакт. А сейчас о погоде. Спонсор прогноза цирковое шоу «Фантом Тропик» до 26 февраля в Челябинском цирке. Только в Челябинске до 26 февраля. Бегемоты, леопарды, бобтейлы, вергуты, шимпанзе, змеи, крокодилы. И это еще не все. Цирк «Фантом Тропик». Подробности 264-73-45. Не пропусти. Завтра в нашем городе пройдет небольшой снег. От 7 до 11 градусов ниже нуля будет облачно. Прервемся на короткую паузу. Во второй части Телефакта смотрите. Под брендом «Метеорит» как зарабатывали на Челябинском болиде. Топ самых странных товаров, которые пропали с витрин. В Челябинске открывается выставка Никаса Сафронова. Правда ли, что художник, который писал портрет Путина, сделал заманчивое предложение губернатору Дубровскому? Обезьяны спародировали звезд российского шоу-бизнеса. Расскажем подробности нового тропического шоу в Челябинском цирке. Лучшее предложение от компании «Челябинск-Гражданстрой». Готовые квартиры с чистовой отделкой в трех- и десятиэтажных домах. Экологически чистый микрорайон Славина. Всего в шести километрах от Челябинска. Детский сад, закрытая парковка, великолепная березовая роща. А теперь главное. Цена за квадратный метр вашей новой квартиры всего 27 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. Телефон 263-75-54. Космическая дата. Четыре года назад в озеро Чебаркуль упал метеорит. Болит массой 10 тысяч тонн удачно вписался не только в дно водоема, но и в мировую историю. Ученые со всего мира исследовали небесное тело. Даже выдвигали гипотезы о резком изменении климата на Земле и таинственных процессах в космосе. Лилия Тахожейва знает все подробности. У специалистов по космической электродинамике от падения метеорита остались не только яркие воспоминания. Ученые показывают друг другу осколки небесного тела из личных коллекций. Все поле-то было исхожено. Я думаю, пойду туда, где никто еще не был. И смотрю, лопухи, репьи торчат. Ну вот решил туда полезть. И вот удача. Большая такая дырка, и вон над ней вот это отверстие лежит. Всего пострадало больше тысячи человек. Большинство от выбитых стекол. Здание очень старое. Рамы похожи на эти, только больше раза в полтора. Ну и ветхие. От ударной волны рама начала падать на меня и моего коллегу. И мы успели отбежать. Кто с чем был. У меня, например, был пирожок в руках. С этим же я и выбежала на улицу вместе со всем коллективом. Ударной волной зацепило и здание. Некоторые пострадали весьма серьезно. Например, на цинковом заводе обрушился кусок стены. Ударная волна была такой сильной, что перед ней не смогла устоять даже прочная кирпичная стена. Участок быстро восстановили. Но сотрудники завода до сих пор помнят, какими внушительными были эти разрушения. Чудо случилось, что люди не погибли. Потому что это был рабочий день, утро. И вот такое вот. Правда, вот этот крохот, мы думали, то ли труба упала, которой сейчас нет, то ли самолет. А вот турфирмы оказались в выигрыше. Поток туристов в столицу Южного Урала заметно увеличился. Все хотели не только посмотреть, но и прикоснуться к космическому телу. Многие туристические организации Челябинской области разработали специальные туры, посвященные этому событию, в которые входит и посещение места падения метеорита, и экспозиция Краеведческого музея. Ученые прогнозировали резкие изменения климата. Прошлое лето действительно было знойным, а эта зима отметилась лютыми морозами. Кстати, сегодня в Краеведческом музее, где хранится самый большой осколок небесного тела, устроили лотерею. Победители получили маленькие осколки метеорита. Лилита Хажеева, Роман Хатимов, Телефакт. А самые находчивые даже успели заработать на метеорите. Мы составили рейтинг бизнес-идей, связанных с болидом. Через несколько часов после космического события интернет пестрил объявлениями о продаже осколков метеорита. Причем под видом космического камня продавали даже куски древесного угля. Самое интересное, что люди активно покупали подделки. Четвертое место мы отдаем космическому гардеробу. Местные дизайнеры шили спортивные костюмы, футболки с изображением метеорита. Были даже валенки. Правда, сейчас эти вещи уже не найти. Мода прошла. Повезло и сладкоежкам. В коробке конфет с названием «Метеорит, сделанный в Челябинске» были каплевидные помадки в шоколадной глазури. Космическим конфетам мы отдаем третье место. Второе место получают духи. Внимание, с запахом челябинского метеорита. Парфюм скупали жители со всей России. Правда, так и не смогли понять, чем же пахнет болид. Зато в отзывах писали, что это просто космос. Первое место отдаем кафе «Метеорит», которое открылось на Свердловском проспекте через месяц после падения и проработало всего полтора года. Может быть, потому что создатели недостаточно скреативили. В меню не было космической солянки, сырной тарелки в виде созвездий и звездных ватрушек. А вот пассажир, которого задержали в аэропорту Баландина, перевозил отнюдь не брендовые вещи, но весомые. В прямом смысле слова. В чемоданах обнаружили национальные головные уборы, коврики для молитв и ароматические средства. В ходе опроса данного гражданина было установлено, что данный товар предназначался в качестве подарков для родственников. Но, учитывая характеристику товаров, его количество и предназначение, было принято решение должностными лицами таможенного поста, что данная партия не относится к категории для личного пользования. В таможенной службе напоминают, один человек при прохождении таможенного контроля может не декларировать товар весом до 50 килограммов на общую сумму 10 тысяч евро. Например, ноутбук. Но если у вас будет 10 компьютеров, то придется платить пошлину. В противном случае, по решению суда, все вещи будут арестованы и проданы на аукционе. Темы, которые не вошли в выпуск, доступны на сайте telefact.ru. Сегодня вы там найдете. Детский сад, где на ребенка опрокинули кастрюлю с горячим супом, заплатит 135 тысяч рублей. Такое решение принес суд, рассмотрев иск мамы мальчика, которая просила штрафовать учреждение. Крупная компания откроет в Челябинске грандиозный спортивный объект через 6 лет. Ожидается, что фирма вложит в многофункциональный спорткомплекс 5 миллиардов рублей. На сайте УФАС по Челябинской области запустили опрос, используется ли в рекламе микрофинансовой организации оскорбительное сравнение в отношении религиозного христианского символа. Эти и другие новости доступны на нашем сайте. Там еще много интересного. Актуальные интервью, фоторепортажи и эксклюзивные видео. Художник, который написал портрет президента с натуры, сегодня открывает выставку в Челябинске. Никас Сафронов привез в Музей изобразительных искусств 80 картин. Выставка оценивается примерно в 5 миллионов долларов. Вообще Сафронов известен своим неординарным подходом к работе. Премьер-министра Дмитрия Медведева он, например, изобразил итальянцем. Художник не скрывает, что после таких работ его коллекция картин увеличивается в цене. Никас Сафронов часто пишет картины и портреты на заказ. Возможно, скоро коллекцию пополнит портрет южноуральского губернатора. Стало известно, что Борис Дубровский сегодня планирует посетить выставку известного художника. Золотая медаль – золотой семье. Супругов Песковых из Верхнего Уфалея признали лучшими во всероссийском конкурсе. Южноуральские пенсионеры обошли 48 пожилых пар, которые прожили вместе больше 50 лет. На день свадьбу подарили. Тогда набор чего-то был еще, а вот это у меня сохранилось. Это поистине золотая семья. Они работали на высоких должностях. Они внесли огромный вклад в развитие этого города, в развитие педагогического сообщества Верхнего Уфалея. Они вырастили достойных детей, они растят внуков. Маргарита Андреевна и Вениамин Васильевич поженились 55 лет назад. Учились в одном классе. Всю жизнь прожили в Верхнем Уфалеи и всю свою совместную жизнь посвятили родному городу. Он проработал 30 лет на местном заводе. Прошел путь от начальника цеха до директора завода. Его супруга – самая известная учительница в городе. У пары двое детей, четверо внуков и одна правнучка. Мы все делали вместе. Начиная с первых дней от стирки пеленок, купания, гуляния и так далее, купания детей. Ему надо белье прополоскать, баба Нюрова выстирала. Нет проблем прополочь. Твенька, давай вымоем пол, давай вымоем ты там, я там. Супруги не смогли приехать в Москву на торжественное вручение награды. Медаль лично привезли домой представители Минсоца. Подарок займет почетное место рядом со счастливым свадебным бокалом. В Магнитогорске зажгли огонь третьих зимних всемирных военных игр. В доменном цехе ММК сегодня состоялось торжественное открытие. Зажечь лучиную лампаду от раскаленного чугуна поручили работникам, которые трудятся на предприятии почти 60 лет. Лампаду с огнем передали магнитогорским юнормейцам. Далее она отправится в Екатеринбург, где 18 февраля состоится эстафета огня. В сердце как будто попали в наши страны. Да, действительно, здорово. Ну это просто, не знаю, молодцы все те, кто здесь работает. Это действительно надо такой энтузиазм проявлять. Третьи зимние всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Логотипом и талисманом выбрали леопарда. Официальное открытие и зажжение чаши огня пройдет 24 февраля. А о тех, кто зажигает огни на спортивном Олимпе, расскажет наш обозреватель Валерий Китченко. В Магнитогорске прошло открытое перенство города по смешанному боевому единоборству. Это первые крупные соревнования, организованные филиалом региональной федерации ММА, который открылся в Магнитке два года назад. В состязаниях в двух возрастных группах 16, 17 и 18, 20 лет участвовало более 100 спортсменов. Их победителями стали бойцы из Челябинска, Магнитогорска и Троицка. 23 февраля в столице Южного Урала состоится чемпионат области по ММА, который будет отборочным на чемпионат Уральского федерального округа. 16 февраля в специализированном центре бокса спортивной школы «Алмаз», расположенном в Тракторозаводском районе, пройдет чемпионат Челябинска среди мужчин. Среди его участников будут члены сборных команд Челябинской области и России. Торжественное открытие в четверг в 13 часов. 18 февраля в Манеже Уральского государственного университета физической культуры состоится традиционный всероссийский турнир по карате памяти Дмитрия Зубкова. Его организаторы ожидают более 300 участников из России и Казахстана. В программе состязания в разделах ката и кумите в нескольких возрастных группах от детской до взрослой, поединки ветеранов, турнир по пара карате, а также матчевая встреча по системе «Стенка на стенку» двух сборных спортивной школы Олимпийского резерва «Конос». Молодое поколение против звезд недавнего прошлого. Начало предварительных поединков в субботу в 9 часов. Торжественное открытие назначено на 13.00. Челябинцев приглашают на новое шоу в Челябинский цирк. Новую программу привезли столичные артисты. Зрители увидят пародийное шоу «Шимпанзе», в котором мастерски изображают звезд эстрады, а также носух, лам и дрессированного бегемота. О программе «Фантом Тропик» мы поговорим в студии. У нас в гостях руководитель программы Тиграна Копиану, дрессировщик Марина Руденко со своими питомцами. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде чем спрашивать о чем-либо у вас, я все-таки хочу, чтобы вы познакомили нас со своими питомцами. Представьте нам, пожалуйста. Обезьяна-шимпанзе, человекообразный. Зовут Джамбо. Джамбо. Это вот удавчик. Зовут его Васечка. А здесь лежит маленькая Машенька. В цирке у нас самый большой крокодил. Это метра четыре, наверное. А здесь принесли только маленького Стиграна. Насколько я знаю, Ваша программа, Ваше шоу, оно уникальное и входит в пятерку лучших программ российской государственной цирковой компании. Расскажите, в чем особенность, самое главное. Расскажите, может, расскажет, очень много животных, очень много красивых животных. У нас очень много животных, 80 голов животных привезли. 20 видов разных породы. Это начиная с собак и заканчивая гиппопотам. Это огромный бегемот, который весит две с половиной тонны. Вот, человекообразные обезьяны и шимпанзе. Они пародисты у нас, пародируют звезд российские эстрады. Ну и разные танцы. У нас валетная огромная труппа, которые пародируют. Они танцуют, после них выходят обезьяны, пародируют их. Ну, такая интересная разножанровая программа. Расскажите еще про какие-либо оригинальные цирковые номера. Вот, помимо, вы сказали, есть пародии на звезд. А какие еще? Кроме животных, есть очень много воздушных номеров. У нас гимнасты под куполом цирка. Есть красивый очень спектакль, такой мини-спектакль Ромео Джулетта. Это ангели летают под куполом цирка. Ну и Ромео Джулетта тоже. Вот, есть американское колесо. Это очень у нас цирки в нашей сфере, цирковой. Считается одним из таких опасных номеров, которые... Такое колесо американское крутится. И наверху, и внутри исполняет разные трюки. Это все без страховки. Вот, кроме этого, очень много интересных жанров, которые внизу. Акробаты на батутах есть, на роликовых коньках. Вот, эквилибристы на стульях. Вот. Ну и много-много животных. Номера, которые между акробатическими номерами или воздушными, тоже работают. Расскажите, легко ли поддаются дрессировке ваши питомцы? Вот именно человекообразные обезьяны, они очень хорошо поддаются. Потому что это у них очень умный. Они очень умные. Вот. Они иной раз сами нам подсказывают, что можно с ними делать интересное. Там, допустим, трюки. Нам не приходится с ними что-то там питаться, заставить, чтобы делать. Они сами нам подсказывают. И очень хорошо получается. Сами идут навстречу. Спасибо вам большое. Напомню, что про уникальное шоу «Фантом Тропик» мы говорили с руководителями программы. Тиграном Акопианом и дрессировщиком Марины Руденко. Завершаем выпуск информации о погоде в городах региона. В Кослях завтра 8 градусов ниже нуля, небольшой снег, минус 11 в Золотоусте и тоже осадки. Столько же в Магнитогорске, в Троицке минус 10, в Копейске 7 градусов ниже нуля, облачно, в Мясе минус 10 и снег. На этом выпуск завершен. Новости уже доступны на нашем сайте. В студии был Антон Абразцов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова